Лесные пожары продолжают бушевать на Колыме. Обстановка остается сложной. На сегодняшний день в Магаданской области действует 9 природных пожаров. Для помощи в ликвидации ЧАЭС приезжают специалисты из других регионов. Прибыли к нам силы и средства. 140 человек к нам прибыли из Еврейской остановной, Приморского края, с Федеральной службы охраны. И завтра ожидается еще прибытие 80 человек для отрушения пожаров как на территории заповедника и на территории Магаданской области. Работает авиация МЧС, работает вертолет МЧС России и продолжает сегодня работу Би-200, которая будет также продолжать тушение пожаров на территории области. На территории города у нас пожары продолжаются, поэтому прошу и предупреждаю население города Магадана и гостей о том, что у нас запрещено разведение огня на территории города Магадана объявлен режим ЧАЭС. В связи с этим запрещено разведение костров и так далее. За это последует административная ответственность. У нас уже возбуждено уголовное дело по разведению огня, который перешел у нас, огонь перешел на территорию городских лесов. Видны задымления и вокруг города. Тушат старую веселую, каменный венец и полигон для твердых отходов. Сообщение о возгорании на свалке поступило вечером на прошлой неделе в четверг. Очевидцы наблюдали горение мусора. Информацию довели до руководства муниципалитета, гор-лесхоза и дежурной смене пожарно-спасательного центра. Площадь пожара на тот момент составляла 7 гектаров. На тушение было направлено три десятка человек, семь единиц техники. Дополнительно Галут предоставил три водовозки и три самосвала. Сейчас распространения пожара нет, угрозы населенным пунктам тоже. На городской свалке у нас производится засыпание грунтом. Есть тем, что невозможно тушение пожара водой, производится засыпание. Тушение пожара используется засыпание грунтом. То есть работают самосвалы, работают погрузчики, проводят засыпку задымленных участков. Но открытого пламени не наблюдается. На старой веселой также у нас открытого пламени не наблюдается. Наблюдаются некоторые дымы, которые силами пожарных расчетов городского лесхоза и МЧС России также заливаются, проводится проливка торфяных участков, которые просто так, не затушивших, нужно проливать поглубже. И на каменном венце также у нас работает вертолет МЧС России, который тушит, и группировка пожарно-спасательного центра и МЧС России ликвидируют пожар, задавление участков также заливкой, проливкой участков.